Добрый вечер! Ну, у нас, наконец, были первые заморозки, утренние заморозки, да? Ну, чуть-чуть так подморозило, там, может, минус один был, трава была в ине, очень здорово было. Но, смотрите, сейчас, на самом деле, осень, и осень очень тёплая, это о чём говорит? Это говорит о том, что сейчас в силе патогенно-биоклиматические энергии. Что такое патогенно-биоклиматические энергии? Они начинают действовать тогда, когда те энергии сезона, которые должны действовать, не действуют. То есть сейчас, скажем, действует патогенная жара, вот, поскольку вот осень должна быть всё-таки дождливая, да? Вот, дожди должны идти, то есть вот не должна быть вот такая суши-жара, поэтому сейчас патогенная жара действует, хотя вроде бы осень, да? Вот, и эта патогенная жара, она негативно действует на физическое тело. Что значит, ну, как она может действовать на физическое тело? Патогенно-биоклиматическая энергия, она может, вот эта энергия попасть в наше физическое тело, и тогда мы заболеваем. То есть мы можем заболеть какими-то простудными заболеваниями, вирусными заболеваниями, которые потом могут, как бы, переродиться в легочные заболевания. Почему? Потому что, ну, или в какие-нибудь бронхиты. Почему? Потому что сейчас период действия энергии лёгких, то есть энергии металла, и энергии лёгких от металла будут действовать до 28 октября. То есть сейчас лёгкие наиболее уязвимы. Но если была такая осень, как обычно у нас бывает, да, вот, то ничего страшного не было. Ну да, организм как-то адаптируется, так сказать, прочее. Но поскольку сейчас действует патогенно-биоклиматическая энергия, она как бы может попасть в цель, и как бы мы можем заболеть. Обычно патогенно-биоклиматическая энергия проникает в организм человека через руки и через ноги. То есть она попадает обычно вот где-то в районе запястья, может, в районе пальцев рук, может, где-то вот в этом месте, в районе, ну, до локтя. Да, до локтя. Вот. И также она может попасть в организм человека через ноги до колена. То есть на самом деле, если она проникает, уже попадает в организм человека и продвигается дальше по энергетике человека, проходит локти или колени вверх, то она попадает внутрь организма, и человек заболевает, да, каким-то простудными заболеваниями, как правило. Вот. Но эти заболевания могут быть с уклоном, скажем, на желудочно-кишечные, да, потому что сейчас активны легкие и толстая кишка, значит, по желудочно-кишечному тракту может ударить, да, и, как бы, могут быть какие-то кишечные расстройства. Вот. Чтобы это ни происходило, значит, нужно блокировать проникновение энергии дальше вверх, даже если она попала вам вот в область ниже локтя или ниже колена, блокируется. Обычно она, так сказать, ну, иглотерапия, если игры делают, делают еще као, прижигание, да, но вы, поскольку вы не мастер, так сказать, иглотерапии, вам лучше делать массаж вот этой части от локтя до кончиков пальцев рук и от колена до кончиков пальцев ног. То есть вы делаете массаж и, как бы, выгоняете ее через пальцы рук, то есть растирание, разминание здесь, и через пальцы рук вы ее вот так выгоняете, да, вот так тоже растираете, разминаете, и через пальцы рук ее выгоняете, вот, чтобы она выходила. То есть вы активируете эти точки, которые здесь находятся, зоны, точно такие же точки находятся от колена вниз, да, к стопам и кончикам пальцев ног. То есть, когда идет активация этих точек, активируется иммунная система организма, и энергетика вот эта блокируется и не пускает организм ее внутрь себя, то есть, вы таким образом защищаете себя от патогенно-биоклиматической энергии. Ну, еще одну вещь скажу очень интересную, что вот от кончиков пальцев рук до локтей, от кончиков пальцев ног до колен здесь находятся точки иглотерапии, которые соответствуют пяти элементам, то есть, земле, воде, металлу, дереву и огню. То есть, вот пять элементов, китайских элементов, да, по китайской системе, вот, они все соответствуют, и поэтому, когда вы работаете, массируете эти места, вы фактически прорабатываете все эти точки, прорабатываете все пять элементов, А все эти пять элементов связаны с внутренними органами, как, ну, наверное, слышали, не знаю, не слышали, так скажем, элемент огня связан с сердцем, да, и с тонким кишечником. Там элемент дерева связан с печенью, с печенью, с желчным пузырем. Скажем, элемент воды, он связан с почками, мочевым пузырем. Ну, про элемент, так сказать, металла я вам уже сказал, легкий толстый кишечник. Ну, в принципе, вот, они все имеют такую связку, вот, поэтому, когда вы массируете, вы фактически помогаете вашим внутренним органам стабилизироваться. Ну, вот, я вам такую маленькую ремарочку сказал, и, как бы, предупредил, что будете сейчас особенно осторожны. Почему? Потому что сейчас, так сказать, погода аномальная, да, аномальная для сезона, значит, действует патогенно-биоклиматическая энергия. Ну, здоровья вам и успеха!